Символично, что начало строительства поликлиники номер один Одинцовской центральной районной больницы прошло в День Победы. Андрей Иванов сделал акцент, что дата выбрана не случайно. Здоровье пожилых людей, ветеранов – одно из направлений современного здравоохранения. Старая поликлиника давно требовала масштабной реконструкции. Первый камень – фундамент нового лечебного здания заложен. Эту поликлинику ждали долгие годы, действительно все. Ждали жители города Одинцова, ждали жители всего Одинцовского района, ждали и врачи, и медсестры центральной районной больницы. И ждали, безусловно, те, кому небезразличен уровень медицинских услуг в нашем Подмосковье. И вот свершилось. Мы сегодня начинаем строительство большой поликлиники на полторы тысячи посещений в смену. Уверен, что с появлением такого объекта наша медицина сможет выйти на совершенно другой уровень. Потому что в новый корпус переедет и эндоскопическое, и терапевтическое, и хирургическое отделение. На создание проекта строительства нового здания поликлиники, которое включает и реконструкцию старого лечебного корпуса, ушло 4 года. У истоков разработки и воплощения в жизнь этой идеи стояла Ольга Месикевич. Это будет не просто поликлиника стандартная, это будет такой большой комплекс. Это клиника, диагностический центр. И самое главное, что туда планировался перевод развития стационарозамещающих технологий, стационар одного дня. Существует 7 профилей хирургических, которые могут за счет высокотехнологичной медицинской помощи и современных методов лечения, пациент прибывает один день, один-два дня. Это сосудистая хирургия, это лор, это урология, гинекология и так далее. И поэтому, безусловно, здесь можно будет расширить сразу две проблемы, поскольку у нас в больнице новой пока нет стационара. Стационарные корпуса лечебные, они тоже уже трещат по швам. Безусловно, можно будет расширить ситуацию, плотность наших пациентов в корпусах тоже уменьшить. Строительство корпуса поликлиники номер один действительно эпохальное событие. Для города Одинцова за последние годы население территории возросло. Лечебное учреждение уже буквально трещит по швам. Пациентов много и чтобы создать максимально комфортные условия лечения всем, необходимо новое просторное современное медицинское учреждение. Это будет современное, оснащенное всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Она будет очень большая, потому что наш район один из самых больших в Подмосковье. И поэтому я хочу просто всех поздравить, в первую очередь, таким замечательным солнечным днем, с Днем Победы. Хочу пожелать всем здоровья, сказать огромное спасибо всем нам, ветеранам, которые сегодня с нами, которых нет. Но вот мы идем дальше, мы строим новые, очень замечательные наши, и хочу сказать не то, что они плановые, но такие современные наши больницы. Ветераны, дети войны, представители общественных организаций района, каждый оставил свое послание в памятной капсуле, которая будет лежать в основании фундамента нового здания поликлиники номер один Одинцовской центральной районной больницы. Это настолько важно, как видите, и вчера выступая, Владимир Владимирович Путин сказал о том, что в первую очередь, это забота о человеке должна быть, да, в России. Поэтому мы очень рады, что вот все это совпали, эти события, и рады за наш город, за Одинцово, что действительно слова возвращаются в дела. Не секрет, что здоровье – это самое главное, то, что нельзя купить ни за какие деньги. Поэтому я думаю, что действительно все жители нашего района будут очень рады тому, что в скором времени появится такая замечательная новая поликлиника. Очень рада, конечно, что будет это все у нас осуществлено. Вот с удовольствием, конечно, воспринимаем все эти мероприятия. Очень рада, и спасибо большое нашему руководству, что они заботятся о нас. На время строительства врачи поликлиники будут вести прием населения в других лечебных учреждениях. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии или на сайте Одинцовской центральной районной больницы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».